Только в нашей студии с утра возможно услышать прекрасные звуки флейты. Встречайте солистка Академического симфонического оркестра Московской филармонии Ирина Сточинская. Можно сразу попросить сыграть. Огромное вам спасибо. Либо тут хочется аплодисментов в студию добавить. На самом деле, сегодня Ирину можно будет услышать в органном зале Красноярска. Все верно? Да. И выступите вы не соло, а дуэтом в тендеме с фортепиано. Вообще, как такое возможно? Эти два инструмента удачно дополняют друг друга? Это частый дуэт, либо это такое нечто уникальное, необычное? Нет, это частый дуэт. И на самом деле, как и другие инструменты, как скрипка, филанчель, голос и другие духовые инструменты, такие возможные концерты, концертные вечера. И я с прошлого сезона, на самом деле, уже не являюсь солисткой академического симфонического оркестра Московской филармонии и ушла в сольное плавание, чтобы как раз проводить такого рода концерты, играть с оркестрами, с камерными, с симфоническими. И много путешествовать, гастролировать. Да, это так. Здорово. Многие наши телезрители знают, что я человек, зарекомендовавший себя с практической точки зрения. Мне правда интересно, каким образом устроен инструмент флейта и как это работает. И вот конкретно данный инструмент, насколько мне известно, золотой? Да, золотая флейта, да. И насколько она золотая? Ну, смотрите, она золотая на 14 карат. Конечно, золото – это металл очень мягкий, но... И там слав нескольких металлов, материалов, но всё равно эта флейта не позолочённая, а золотая. То есть каждый производитель делает именно золотые флейты и пропагандирует их как золотые. Слушайте, ну а насколько это влияет на качество звука? Он действительно другой? Либо это такой, ну просто, ну вот, как аксессуар более дорогой и всё? Ну, смотрите, вот для хорошего водителя, для него нужны Феррари или Жигули. Он, в принципе, сможет на любой, да, машине. Неплохо, мне кажется, поехать. Ну, как средство передвижения сгодится любая. Нет, не как средство. Я имею в виду о мастерстве сейчас водителя. Да. Ну, например, я о чём? Я о звуке. У каждого всё равно исполнителя звук свой, он рождается внутри. Но, конечно, возможности, возможности больше, удобство. То есть у золотой флейты возможности звукоизвлечения больше? Не звукоизвлечения, возможности каких-то красок, добавления каких-то новых нюансов. Звучание, в общем, отличается от того, что можно сыграть на обычной флейте, если можно так сказать. То есть арсенал всё равно звуков отличается от обычной флейты от золотой? Нет, почему? Все же звуки, они одни и те же. У нас вот они, все нотки всего октава, да, и вот эти четыре октавы, они так и есть. Просто другие краски. Я сразу демонстрирую, потому что это как раз... Ну, лучше один раз. Это на самом деле невероятно завораживает, как по мне, так звуки флейты. Я чувствую себя змеей в мешке, которая вот выползает, как у заклинателя. Дыхание, я так понимаю, имеет значение постановка речевого аппарата, правильно оформленное дыхание. Вот насколько много времени уходит на то, чтобы вот наработать вот эти навыки? На самом деле, вот как раз вчера был мастер-класс в школе искусств номер 8, и очень было приятно встретиться с юными флейтистами. Дыхание – это как раз основная задача для исполнителя на духовом инструменте, для певца. И правильно дышать – это очень важно. В принципе, вопрос даже не во времени, вопрос понять это, и чем скорее понять правильность дыхания. Я всегда говорю, смотрите, как дышат животные. Разве они дышат плечами? Есть расхожее мнение о том, что духовики качают пресс для того, чтобы правильно дышать. Это верная информация. Я качала. Интересно. То есть ты понимаешь, что если ты видишь человека с духовым инструментом, бить его в живот бессмысленно. Ну, у нас есть информация о том, что вы с 6 лет дружите с этим инструментом музыкальным. Расскажите, как к нему пришла любовь? Всегда ли хотелось именно играть на флейте, на духовом инструменте? Либо, ну, не знаю, в классах других было переполнено, и так случилось, что вас сюда отдали? Ну, дело в том, что у меня мои родители музыканты, и вопросы не стояло. Не стояло вообще о музыке. И в любом случае, конечно, музыка. Нет, ну, именно потому, что я там не танцевала, не кружилась под спящую красавицу, а там что-то серьезно показывала тромбоном. Ну, это как такая шутка, но на самом деле, все равно, когда способности есть... А родители музыканты, они на каких музыкальных инструментах? Папа дирижер, мама пианистка, мы с мамой в дуэте и сейчас выступаем в такой же сольной программе, только поедем во Владимир, и в Венюсе были концерты сольные. А сначала, конечно, меня отдали на фортепиано, но заниматься не хотелось. И с счастливым случаем появилась возможность перевести класс Пушечникова на блок-флейту сначала, такой выдающийся наш профессор, а потом уже на флейту. И, конечно, вот как бывает судьба. Я смотрю на инструменты, думаю, в сторону разговора. Давайте еще что-нибудь. Давайте. Папа дирижер 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 Субтитры создавал DimaTorzok